8.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. 27 этнических казахов из Ирана прибыли в североказахстанскую область. Их расселили в трех населенных пунктах, предоставили в аренду новые дома. Как обустроились кандасы на исторической родине и насколько по душе пришелся местный климат, расскажет Нургуляхметова. Село Николаевка находится примерно в 120 километрах от Петропавловска. На окраине населенного пункта свыше 30 домов построены для участников программы «Янбек». И здесь же теперь будут жить кандасы из Ирана, которые прибыли на историческую родину. 20 семей с детьми проделали долгий путь, прежде чем добраться до места постоянного проживания. Из Ирана в Актау, из Актау в Нур-Султан и оттуда уже на север. Их расселили в трех населенных пунктах – в Петровке, Николаевке и сельского района, а также в Сергеевке – район Ашалаквина. Нажип Казак в Казахстан переехал со своей семьей. У него четверо детей – младшей дочери, близняшки Диляра и Динара. Им всего по 4 месяца. Ощущения непередаваемые. Я счастлив, что приехал на родину своих предков. Супруга тоже рада. Хотим, чтобы дети знали свой родной язык, свою культуру сохранили. Поэтому приняли решение переехать сюда. Хоть и холодно на улице, зато на душе тепло. 10 семей, переехавших в Николаевку из Ирана, расселили на одной улице. Все по соседству. Новоселам предстоит обжить дома, предоставленные в аренду, оформить гражданство и найти работу. Некоторые планируют заняться собственным делом. Среди данного населения, которое 61 человек, в большей степени мужчины – это механизаторы, сварщики, строители, врачи есть среди них. Среди женщин они в большей степени швеи. Занимаются обработкой шерсти. И в дальнейшем планируется дать более 20 рабочих мест по обработке шерсти и производству ковров в национальном стиле. По словам руководителя филиала Всемирной ассоциации казахов, не все прибывшие кандасы умеют читать и писать на казахском языке. Поэтому для них будут организованы специальные курсы. Будет оказано содействие в изучении родного языка, правописания. В изучении. В неделю три раза будем организовывать занятия. На это у нас есть учителя казахского языка. В Николаевке и Петровке смешанные школы обучения. Поэтому в этом плане вопрос решаемый. Они будут учиться на родном языке. Как сообщили в управлении занятости и соцпрограмм, с начала года в Североказахстанскую область переехали около 40 семей из России и Узбекистана, которым тоже был присвоен статус кандасов. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Хабар, 24, Североказахстанская область. Карагандинцы накануне ночью стали свидетелями крупного пожара. Издалека оказалось, что горит промышленное предприятие. Очевидцы не исключали, что возможен взрыв. Но, как позже выяснилось, возгорание произошло на предприятии. По переработке сырья загорелись старые автопокрышки. Огонь охватил территорию в 300 квадратных метров. К его тушению в ДЧС привлекли пожарный поезд. Жертв и пострадавших нет. Пассажир напоил и обворовал таксиста в Акмолинской области. Дружелюбный, на первый взгляд, молодой человек уговорил водителя перекусить в придорожном кафе. Но, видимо, беседа за столом затянулась. А проснувшись, мужчина понял, что остался без кольца, наручных часов, двух сотовых телефонов и 90 тысяч тенге. По видео с камер наблюдения, полицейским удалось выйти на след преступника. Подозреваемый задержан. Ведется следствие. О других чрезвычайных происшествиях в нашей постоянной рубрике. В Павлодаре осудили бывшее руководство культурно-досугового центра «Шан-Ирак». Директора и бухгалтера приговорили к семи годам лишения свободы. Как установилось следствие, они похитили более 40 миллионов тенге, заключая фиктивные договоры на оплату услуг артистов. Подсудимые вину не признали и просили оправдать их. Часть нанесенного ущерба они восстановили. 40-летнюю сутеневшу задержали жамбулские полицейские. Она задержала притоны и привлекала девушек к занятию проституцией. В отношении подозреваемой начато досудебное расследование. Задержанная дала признательные показания. Всего за время оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-трафик» за различные правонарушения в регионе привлекли к адам ответственности 11 человек. Жители Туркестана задержали за хранение наркотиков. Полицейские сработали по наводке. При обыске дома подозреваемого борцы с наркобизнесом изъяли бумажный сверток с серо-зеленым веществом. Экспертиза показала, что это марихуана. Ведется досудебное расследование. А в Павлодаре мужчину оштрафовали за нарушение правил стрельбы из пневматического ружья. Таким образом он пытался отпугнуть собаку, которая повадилась гонять домашних гусей. Выстрелы оглушили пса и на какое-то время он потерял сознание. Видео, где мужчина волочит животное по земле, выложили в соцсети. Полицейские установили личность бессердечного палодарца и место происшествия. Между тем, вулкан на испанском острове Ла-Пальма продолжает извергаться. Горячие потоки лавы уничтожают все на своем пути. Сожжены уже сотни домов. В негодность пришли сельскохозяйственные поля. Из зоны бедствия эвакуированы больше 6 тысяч человек. Раскаленная вулканическая масса движется со скоростью 300 метров в час. И также она движется в направлении моря. Эксперты предупреждают, когда лава достигнет воды, могут произойти взрывы и выделение токсичных газов. Ну а сейчас к экономике. Диагностировать депрессию и стресс через смартфон. Такое сложно себе представить. Но в компании Apple уже работают над двумя революционными проектами. Подробности в деловом обзоре Индиры Тикжановой. Транзитные мощности ЕАЭС все больше интересует Пекин. Из Китая в Европу и обратно через Казахстан, Россию и Беларусь за последние 8 месяцев перевезли около 450 тысяч 20-футовых контейнеров. Объемы уже близки к результатам всего прошлого года. Евразийском банке развития считает это результат слаженной работы Нур-Султана, Москвы и Минска. Напомню, основное преимущество транспортного коридора – время. В Европу товар можно доставить за две недели, тогда как морскими путями на это уходит более месяца. В 2020-м в разгар пандемии объемы ЖД перевозок странам Союза удалось увеличить более чем на 60%. Впрочем, не обходится без проблем. Из-за ковидных ограничений случаются сбои в движении поездов, погрузке и разгрузке контейнеров. Своё негативное влияние оказывает также ситуация на белорусско-польской границе. Аналитики полагают, что в перспективе ежегодный грузопоток через Евразийский экономический союз может вырасти как минимум втрое, а совокупная выручка железнодорожных компаний стран-партнеров достичь 10 миллиардов долларов. Но для этого нужно работать над развитием инфраструктуры. Необходимо обновлять и увеличивать парк фитинговых платформ. Это будет способствовать наращиванию транзитного контейнера потока. В целом, одна рекомендация, пожалуй, общего характера для стран-членов ЕАЭС заключается в следующем. Странам не нужен мегапроект, не нужен второй транссип. Достаточно лишь расширить узкие места транспортной инфраструктуры. А это, прежде всего, строительство дополнительных железнодорожных путей, электрификация участков железнодорожных путей, расшивка сложностей на погрузочных пунктах на приграничных территориях, внедрение новых цифровых решений. В Казахстане запускают биржевые торги авиакеросином. В Агентстве по защите и развитию конкуренции сообщили, что проходить они будут в рамках действующих правил по реализации нефтепродуктов. Биржевой комитет рекомендовал для этих целей две площадки – евразийскую торговую систему и товарную биржу «Каспи». Объемы продажи топлива, согласно закону, устанавливает Минэнерго. По купателями выступят аэропорты и оптовые поставщики, продавцами компаний-ресурсодержатели. Первая торговая сессия стартует сегодня. Добавлю, с весны текущего года на биржах страны впервые начали торговать бензином, битумом и углем, что позволяет устанавливать рыночную цену и избегать накруток посредников. Автомобили «Лада» могут покинуть первую пятерку самых продаваемых машин в Казахстане. Такие прогнозы дают в Союзе Каза Автопром. По итогам восьми месяцев продажи моделей российского производителя в стране сократились на 57%. Со слов заместителя главы Союза Артура Мискаряна, данные авто всегда были востребованы. В прошлом году через дилерскую сеть реализовано свыше 17 тысяч новых машин. Однако в силу логистических и производственных процессов в этом году позиции потеряны. Бренд на пятом месте в топ-5 самых популярных. Между тем, российский автоваз объявил о начале серийной сборки «Лады» в Узбекистане. Проект реализуется совместно с местным партнером. Первые собранные автомобили готовят к отправке в дилерскую сеть. Сообщается, что в прошлом году в соседней стране продали свыше 5 тысяч машин данной модели. Втрое меньше, чем на казахстанском рынке. И к международным новостям. Apple работает над двумя революционными проектами. В компании планируют при помощи датчиков смартфона и специального алгоритма начать диагностировать у пользователей депрессию и стресс. Еще одна разработка касается выявлений ранних признаков болезни Альцгеймера. В случае успеха это может стать настоящим прорывом, отмечает издание The Wall Street Journal. Авторы сообщают, что основная идея заключается в том, чтобы вытащить маркеры опасных состояний человека из общих данных о мобильности, физической активности, манере набора текста и другой доступной гаджету информации. А также создать алгоритмы надежной обработки. В отличие от предыдущих программ, разработанных для умных часов, новые создадут прежде всего для iPhone. В случае успеха популярные мобильные устройства получат уникальную опцию. Это был обзор деловых новостей к данному часу. Увидимся в следующем эфире. А сейчас о глобальном в природе, ну или лучше сказать в небе. Дыра в озоновом слое увеличивается и уже превышает размеры Антарктики. Какие последствия ожидают планету, об этом не только в программе «Между строк». Издание «Фигаро» рассказывает о том, как запрет на разводы отражается на судьбе филиппинских женщин. Журналистка Манон Томцик пишет, на Филиппинах 80% из примерно 100 миллионов жителей – католики, что делает их третьей страной в мире по количеству католиков и религия приобретает все большее значение. Церковь и государство официально разделены, но на практике грань между ними очень тонкая. Поскольку развод не признается католической церковью, в законодательстве страны он просто отсутствует как понятие. В результате этого женщины, чьи мужья пьют и применяют насилие, вынуждены просто смириться с этим и терпеть. Согласно опросу, проведенному в 2017 году статистическим управлением Филиппин, каждая четвертая женщина подвергалась физическому или психологическому насилию со стороны своего мужа. Подобные ситуации затрагивают всю семью, включая детей, которые строят свои будущие отношения по этой модели, говорится в статье. Фактически сегодня существуют две процедуры, позволяющие филиппинским парам разойтись. Первая – это установить судом раздельное проживание супругов, но тогда пара остается в браке и, следовательно, не может вступить в повторный брак. Вторая – процедура аннулирования брака после того, как доказано, что один из супругов умственно несостоятелен. В результате ведутся долгие и мучительные битвы, которые могут позволить себе только обеспеченные люди. При этом каких-либо гарантий результата нет, поскольку окончательное решение остается за судьей. Чтобы предоставить таким женщинам выход из положения, в последние годы в Конгресс страны регулярно вносятся законопроекты о разводе. Сенатор Риса Хантиверас, защищающая права женщин, несколько раз пыталась убедить своих коллег, но консерватизм и патриархат мешают принятию закона о разводе, добавляет журналистка Фигаро. Звездный час Урсулы фон дер Ляйен. Автор Евроньюз Штефан Гробе говорит о ключевых моментах выступления председательницы Еврокомиссии, которая перечислила политические достижения последних 12 месяцев. По словам Гробе, фон дер Ляйен сказала много важных вещей, например, о борьбе с коронавирусом. Пандемия — это марафон, это не спринт. Мы шли за наукой, мы справлялись с поставленными задачами в Европе, а также в остальном мире. Мы делали это правильно, потому что мы делали это по-европейски. Я думаю, что это сработало. Политик высоко оценила усилия Европы в кампании вакцинации и обязалась передать еще 200 миллионов доз в более бедные части мира. Фон дер Ляйен также пообещала предоставить Афганистану дополнительную гуманитарную помощь в размере 100 миллионов евро. Глава Еврокомиссии объявила о проведении Европейского саммита по обороне в следующем году и провозгласила 2022 годом европейской молодежи. Она сделала борьбу с коронавирусом и изменениями климата главными приоритетами ЕС на следующие 12 месяцев, а также указала на миграцию и соблюдение законности как на главные темы. По мнению журналиста, наиболее убедительная председательница ЕС была в вопросах обороны и безопасности. Она объявила о предстоящей встрече на высшем уровне по обороне под председательством Франции, о заявлении, которое сделают вместе Евросоюз и НАТО и о новом законе в области кибербезопасности. Количество доз вакцины от COVID-19 необходимо увеличить до трех для полноценной защиты организма от коронавируса. Такое мнение озвучил главный советник президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи в интервью газете «Телеграф». По его словам, эта мера относится как минимум к вакцинам с матричной РНК, таким как Pfizer. Фаучи считает, что такие препараты потребуют введения сначала двух компонентов со стандартным перерывом от двух до трех недель, а через несколько месяцев понадобится сделать третью прививку. Дыра в озоновом слое увеличивается и уже превышает размеры Антарктики, пишет Daily Mail. Каждый год в период с августа по октябрь над Южным полюсом образуется озоновая дыра. По данным службы мониторинга атмосферы Европейского Союза, за последнюю неделю дыра значительно выросла. По последним данным, дыра покрывает площадь около 23 миллионов квадратных километров. При этом в годы с нормальными погодными условиями максимальная площадь дыры обычно составляет около 20 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Чем это опасно? Действуя как щит, озон поглощает ультрафиолетовый свет Солнца. Его отсутствие означает, что большее количество этого высокоэнергетического излучения достигает Земли, где оно может нанести вред живым клеткам, объясняет Daily Mail и добавляет. Истощение озонового слоя было впервые зафиксировано учеными в 1970-х годах и было установлено, что оно сильнее, чем могло быть объяснено естественными факторами, такими как температура, погода и извержение вулканов. Было установлено, истощение озонового слоя усугубляют химические вещества, созданные человеком. Тем не менее, эксперты все же ожидают, что дыра навсегда закроется к 2050 году в ответ на ограничения на использование озоноразрушающих химикатов, введенные в 1987 году. Вы смотрите утренний выпуск новостей, мы в прямом эфире. Нынешнее десятилетие будет решающим для будущего всего человечества. Об этом заявил президент США во время выступления на Генассамблее ООН. Джо Байден говорил о важности преодоления таких глобальных вызовов, как пандемия и изменение климата. Главным посылом американского лидера стало то, что Америка вновь открыта для диалога и призывает другие страны действовать сообща для устранения общих угроз. Соединенные Штаты готовы защищать себя, своих партнеров и собственные интересы от нападений, включая террористические угрозы и не исключая в случае необходимости применения военной силы. Но для защиты жизненно важных национальных интересов США, в том числе от текущих и неминуемых угроз, наша миссия должна быть ясной и достижимой, выполняться с осознанного согласия американского народа. А президент Ирана заявил, что его страна готова возобновить переговоры по ядерной программе. Ибрагим Раиси раскритиковал Соединенные Штаты за то, что несмотря на доклады МАГАТЭ о приверженности Тегерана и его обязательствам США, не исполняют свои обязательства и не отменяют санкции. Санкции и особенно санкции в отношении медицины во время пандемии являются преступлением против человечества. Иран предлагает, чтобы любые ограничения, вызванные санкциями или нарушения в обеспечении здоровья и вопросам окружающей среды, были объявлены запрещенными. Ну и вернемся в Казахстан. В Ак-Тубе не хватает оборудованных остановок. В областном центре необходимо установить как минимум около 60 павильонов. Из-за их отсутствия жители не могут укрыться от дождя или, к примеру, ветра. Причем проблема эта актуальна не только для микрорайонов, которые только застраиваются. Состояние построек в центре города также вызывает серьезные нарекания горожан. Это один из самых активно застраиваемых микрорайонов Нур-Ак-Тубе. С каждым годом здесь появляется все больше многоэтажек. Однако жителям этих домов ждать общественный транспорт приходится под открытым небом. Кроме знака, обозначающего место остановки автобуса, ничего нет. В этом районе я живу 4 года. Остановка только вот здесь. В других местах их нет. Из-за того, что нет павильона, тяжело, особенно в дождливую погоду. Сейчас каждым днем все холоднее. Надеемся, что остановочный павильон все же поставят. В прошлом году переехали в этот район. Остановки здесь не было и нет до сих пор. Просим, чтобы установили, чтобы защищало хотя бы от ветра, потому что детям тяжело. Скоро зима. Как они будут ездить в школу? Тем более автобус приходится ждать долго. Проблемы с остановками не только в новых микрорайонах, но и в центре. В жаркую погоду, говорят жители, они не спасают от палящего солнца, не защищают от пронизывающего ветра и дождя. А о теплых павильонах, в которых можно было бы в комфортных условиях ждать автобус зимой, приходится только мечтать. Сами видите, думают, как холодно. А люди, дети вот сейчас, это очень неприятно. Мерзем, конечно. А зимой вообще тут снегу полно. Все продувает насквозь. Считай, тут ничего нет. Крыш так и все. Тут вообще пустой же остановка, не остановка это. И удобно, конечно, если с детьми, там вообще неудобно. Раньше хоть нормально было, огорожено, теплое, и так ничего. Ну, в крайнем случае застекленное, но тепло было. От ветра защищало, а сейчас непонятно. Ну, если скроется, там человек пять, может быть, остальные будут снаружи стоять. Голод, да. Ну, ветер, морозы завтра будут. Как долго жителям придется ждать комфортных и теплых остановок, не могут сказать даже в городском отделе архитектуры. Лишь планируют установку павильонов в едином стиле. Вся надежда на спонсоров, так как в бюджете на это средства не предусмотрены. Небольшой магазинчик с скрытой остановкой обойдется в среднем 8 миллионов тенге. Но не каждый арендатор соглашается на такие условия. Приглашаем предпринимателя, ознакомливаем с этой концепцией, предлагаем реконструировать его. Но опять-таки реакция неоднозначная. Кто-то соглашается, кто-то нет. И вместе с тем нет таких рычагов в законе, которые могли бы, так скажем, расставить предпринимателя, привести в соответствие. Сговорчивые предприниматели все же нашлись. Новые павильоны установили на 15 остановках, а их в Ак-Тубе более 300. Наталья Салькова, Айнадин Молдабеков, Ак-Тубе, Хабар-24. Сейчас реклама, далее продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Мы продолжаем. Карагандинцы накануне ночью стали свидетелями крупного пожара. Издалека казалось, что горит промышленное предприятие. Очевидцы не исключали, что возможен даже взрыв. Но, как позже выяснилось, возгорание произошло на предприятии по переработке сырья. Загорелись старые автопокрышки. Огонь охватил территорию в 300 квадратных метров. К его тушению в ДЧС привлекли пожарный поезд. Жертв и пострадавших нет. Вулкан на испанском острове Ла Пальма продолжает извергаться. Горячие потоки лавы продолжают и уничтожают все на своем пути. Сожжены уже сотни домов. В негодность пришли сельскохозяйственные поля. Из зоны бедствия эвакуированы больше 6 тысяч человек. Раскаленная вулканическая масса движется со скоростью 300 метров в час. И движется она в направлении моря. Эксперты предупреждают, когда лава достигнет воды, могут произойти взрывы и выделение токсичных газов. 27 этнических казахов из Ирана прибыли в Северокадахстанскую область. Их расстелили в трех населенных пунктах. Предоставили в аренду новые дома. Как обустроились хандасы на исторической родине и насколько по душе пришелся им местный климат, расскажет Нургуль Ахметова. Село Николаевка находится примерно в 120 километрах от Петропавловска. На окраине населенного пункта свыше 30 домов построены для участников программы «Янбек». И здесь же теперь будут жить хандасы из Ирана, которые прибыли на историческую родину. 20 семей с детьми проделали долгий путь, прежде чем добраться до места постоянного проживания. Из Ирана в Актау, из Актау в Нур-Султан и оттуда уже на север. Их расселили в трех населенных пунктах – в Петровке, Николаевке и сельского района, а также в Сергеевке – района Шалаквина. Нажип Казак в Казахстан переехал со своей семьей. У него четверо детей – младшей дочери, близняшки Диляра и Динара. Им всего по четыре месяца. Ощущения непередаваемые. Я счастлив, что приехал на родину своих предков. Супруга тоже рада. Хотим, чтобы дети знали свой родной язык, свою культуру сохранили. Поэтому приняли решение переехать сюда. Хоть и холодно на улице, зато на душе тепло. Десять семей, переехавших в Николаевку из Ирана, расселили на одной улице, все по соседству. Новоселам предстоит обжить дома, предоставленные в аренду, оформить гражданство и найти работу. Некоторые планируют заняться собственным делом. Среди данного населения, которым 61 человек, в большей степени мужчины – это механизаторы, сварщики, строители, врачи есть среди них. Среди женщин они в большей степени швеи. Казахстан занимаются обработкой шерсти и в дальнейшем планируют создать более 20 рабочих мест по обработке шерсти и производству ковров в национальном стиле. По словам руководителя филиала Всемирной ассоциации казахов, не все прибывшие кандасы умеют читать и писать на казахском языке. Поэтому для них будут организованы специальные курсы. Будет оказано содействие в изучении родного языка, в правописании, в изучении. В неделю три раза будем организовывать занятия. На это у нас есть учителя казахского языка. В Николаевке и Петровке смешанные школы обучения. Поэтому в этом плане вопрос решаемый. Они будут учиться на родном языке. Как сообщили в управлении занятости и соцпрограмм, с начала года в Североказахстанскую область переехали около 40 семей из России и Узбекистана, которым тоже был присвоен статус кандасов. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Хабар 24, Североказахстанская область. Пассажир напоил и обворовал таксиста в Акмолинской области. Дружелюбный на первый взгляд молодой человек уговорил водителя перекусить в придорожном кафе. Но, видимо, беседа за столом затянулась. А проснувшись, мужчина понял, что остался без кольца, наручных часов, двухсотовых телефонов и 90 тысяч тенге. По видео с камер наблюдения полицейским удалось выйти на след преступника. Подозреваемый задержан. Ведется следствие. О других чрезвычайных происшествиях в нашей постоянной рубрике. В Павлодаре осудили бывшее руководство культурно-досугового центра «Шан-Ирак». Директора и бухгалтера приговорили к семи годам лишения свободы. Как установилось следствие, они похитили более 40 миллионов тенге, заключая фиктивные договоры на оплату услуг артистов. Подсудимые вину не признали и просили оправдать их. Часть нанесенного ущерба они восстановили. 40-летнюю сутеневшу задержали жамбулские полицейские. Она задержала притоны и привлекала девушек к занятию проституцией. В отношении подозреваемой начато досудебное расследование. Задержанная дала признательные показания. Всего за время оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-трафик» за различные правонарушения в регионе привлекли к адам ответственности 11 человек. Жители Туркестана задержали за хранение наркотиков. Полицейские сработали по наводке. При обыске дома подозреваемого борцы с наркобизнесом изъяли бумажный сверток с серо-зеленым веществом. Экспертиза показала, что это марихуана. Ведется досудебное расследование. А в Павлодаре мужчину оштрафовали за нарушение правил стрельбы из пневматического ружья. Таким образом он пытался отпугнуть собаку, которая повадилась гонять домашьих гусей. Выстрелы оглушили пса и на какое-то время он потерял сознание. Видео, где мужчина волочит животное по земле, выложили в соцсети. Полицейские установили личность бессердечного Павлодарца и место происшествия. В Москве состоялась международная ярмарка современного искусства. Она объединила российских и зарубежных художников, галеристов и коллекционеров. С 2014 года арт-выставка «Космос Коу» традиционно проходит в сентябре. В этом году здесь представлены 62 художественные галереи. Мероприятие проходит в ковид-фри формате. Для посещения необходимо предъявить прививочный сертификат или ПЦРТ. Свои стенды на ярмарке представляют рекордное количество галерей самой широкой географии. Из Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Германии, Гонконга, США, Франции и Швейцарии. Организаторы протестировали гибридный формат. Наряду с мероприятием в Центральном манеже ярмарка будет доступна и онлайн. Одна из главных тем – экологическая ситуация в мире. Архитектурная концепция ярмарки предполагает минимум строительного и другого мусора. На площадке отказались от пластиковых гостевых карт, бумажных билетов, печатного каталога. А в организации пространства задействовали пластиковые ящики, которые после выставки вернутся в производство и будут использованы заново. Ну, как говорится, спорта мы закончим. До встречи, обязательно увидимся, берегите себя. Хорошего вам дня. Субтитры создавал DimaTorzok